Добрый день, уважаемые пациенты! Сегодня мы с вами разберем лечение падающего члена во время секса и лечение слабой эрекции. Что же произошло за это время в лечении подобных проблем? Как правило, ей страдают мужчины от 35-40 лет и старше. Естественно, что они пользуются такими препаратами, как Виагра, Сиалис и другие препараты для повышения потенции в виде таблеток. Однако, могу разочаровать большинство пациентов, как правило, к нам обращаются люди, те, у которых эти таблетки не помогают. Соответственно, такая проблема существует и не обязательно вы попадете в их круг. Однако, сила действия данных препаратов рано или поздно ослабевает, а боюсь, что в рекомендациях широколобых профессоров больше ничего не написано. Представим, что эти анализы у вас нормальные. Что в таком случае помогает подобным пациентам? Повторяю, что не всегда нам удается сделать так, чтобы пациенты полностью ушли от таблеток по типу Виагра, Сиалиса, не будут мудрствовать лукаво по их механизмам действия и так далее. Так вот, что же мы делаем и что реально помогает? Одно из механизмов патогенеза является нарушение сосудов. Сосудистым нарушением, кроме психологических, достаточно важную их роль признают практически все. Что мы делаем, какие методики есть для воздействия на сосуды? В частности, на сосуды полового члена, в частности, на сосуды кожи, лобка и так далее. Что мы делаем? Первое. Доказанным действием на сосуды полового члена, причем это признается даже американской FDA, вы можете посмотреть об этом, является ударно-волновая терапия. Поэтому ударно-волновая терапия, грубо говоря, наносит небольшие травмы с точки зрения своего механизма действия и соответственно выделяются активные вещества для восстановления тканей, которые стимулируют рост сосудов. Соответственно, ударно-волновая терапия используется нами широко. Единственное, что необходимо понимать, что действие ее не быстрое. Хотя вместе с другими методиками она довольно быстро может дать эффект. Но чтобы достичь полноценного эффекта нужно пройти, как правило, не один курс терапии. Пациент заражается необходимостью этого, когда он видит эффект после нескольких процедур. Но изолированно, применяя ударно-волновую терапию, получить волшебный эффект невозможно. Электромиостимуляцию параллельно может быть анальная электромиостимуляция и электромиостимуляция утральная. В этом случае небольшой катетер вводится в уретру, и соответственно происходит там электромиостимуляция. Эту роль выполняет аппарат «Интратон». Доказанным действием на сосудов обладает также интересная методика, которая называется «Пелеве». ФДИА разрешает эту методику, которую она признает, причем на аппарате, который я периодически упоминаю в своих выступлениях. Допустим, на том же лице, когда мы проводим радиолифтинг, то есть радиовоздействие на кожу лица, вызывает рост потенцию. И это доказано гистологически. Не нами. Зачем нам изобретать то, что давно изобретено. Поэтому обработка половых органов, основание половых органов аппаратом для омоложения лица вызывает улучшение потенции. Дальше, соответственно, такие вещи неспецифической стимуляции, как электрофорез. Часто у мужчин после 40 формируются там пресловутые пробки, о которых некоторые врачи на своих видеоканалах широко вещают. Во-первых, на них из простаты хорошо воздействует дарноволновая терапия. Во-вторых, электрофорез. Электрофорез, тоже и дазы противовоспалительными веществами, которые являются тоже самыми дико-финарами, очень хорошо в комплексе воздействуют на непосредственно потенцию. А если прибавить к этому еще и кое-какие пептиды, для электрофореза вообще прекрасно будет. Это три. Что еще мы делаем? Мы делаем инстилляции с неспецифическими стимуляторами. Например, тем же самым облепихивым маслом. Тоже обладает хорошим действием на соответственную потенцию. Параллельно, естественно, с нашими процедурками. Как я и сказал, уже витамин Д и так далее. Озон, кальциоглюконат, допустим, внутривенно также в комплексной терапии очень хорошо действуют с гептравмом вместе на непосредственно самочувствие подобных мужчин. Поэтому вот такой вот курс, который, казалось бы, не вредит, не вводит какие-то серьезные химические препараты, в большинстве случаев помогает нам либо в крайнем случае резко повысить у пожилых мужчин чувствительность потенции к препаратам по типу Виагра и Сиалиса, либо он вообще, примерно в половине случаев, делает их ненужными. С точки зрения, соответственно, применения, особенно у мужчин молодых, у меня лечатся, например, некоторые мужчины, которые занимаются коммерческим сексом в различных клубах города Москвы. Поэтому вот такие достаточно простейшие и невредные воздействия, подчеркиваю, невредные, утвержденные даже FDA в Америке, в принципе, используются нами с точки зрения лечения падающего члена во время секса, плохой потенции. Естественно, что подробно о сроках и, соответственно, объемах этих вмешательств я рассказать в таком коротком ролике не могу, но механизм действия понятен, да, это воздействие, если говорить не препаратное, то воздействие на вообще морское самочувствие, да, это озон, кстати, очень хороший эффект также от лазера крови внутривенного влока, это резко повышает энергетику мужчины, да, и параллельно воздействие на мочеполовую структуру в виде ударно-волновой терапии, в виде процедур пилевые, в виде, соответственно, электрофореза и инстилляции. Вот это очень часто приводит к резкому улучшению подобного симптома, как плохая потенция или когда падает член во время секса, особенно у мужчин после 35 лет. Соответственно, такие методики нами широко используются уже в течение нескольких лет и вызывают позитивный отклюк у пациента. При необходимости диагностики и лечения различных урологических проблем вы можете обратиться к урологам-венерологам нашего медицинского центра Платных Водов в Москве. У нас принимают грамотные специалисты, которые занимаются диагностикой и лечением подобных проблем. Ждём вас на нашей клинике. Также подписывайтесь на наш канал на YouTube и наш канал Instagram. Спасибо за внимание.